всем привет если сюда уже наревелась у нас улица пропала вчерашнего дня можно сказать ее вчера целый день не было дома сегодня ее нету мы уже и на крышу вова слазил там где она бывает лазит и все теплицы все сарайки проверили и по улице ходила кричала ее нигде нету она у нас соседским котом гуляет но это ее отец вот он в соседнем доме здесь живет вот но он как бы не кастрированный он везде лазит и далеко уходит на несколько улиц к верху может уходить в общем ну как бы он гуляет и возвращается домой и мы уже сидим и думаю может быть он ее увел куда-то она за ним побежала потому что их вчера соседи видели утром что они вместе на заборе сидели у 10 на каменном на большом и все и после этого вот как их не стало там и вот нету и в течение дня я ее ходила потому что думаю на целый день дома нету я ее к искрысли и залезая тишина не на крыше никаких шорохов как они бывают там носятся слышно и нигде нету и сегодня утром встала и утром прям рано встала сразу пошла в огорода рассмотреть думаю может я их теплица где закрыла в общем в теплице и и нету нигде ее нету не знаю она еще такая бесстрашная она как не собак не и вообще никого не боится я уже не знаю что думать настроение вообще никакого нет с утра привет сидим слируся ждем вова у нас уехали смеленка за молоком и заманкой что-то мы все захотели каши маме у нас не молока не манки нету вот сидим ждем чуть не так тошнит сильно сегодня с утра перенервничала и не могу прямо тошнота какая-то подобралась в горле ком какой-то стоит время у нас почти 11 часов или за нету соседям позвонила они тоже не знают где она горит и их не рысик приходил тоже дома его не было всю ночь пол девятого горит пришел пожирал и опять ушел а наши нету нигде вообще я уже всю улицу обошла за лерой когда ездила к бабушке там тоже ехала все во всех проулках все смотрела глазами нету соседка горды не переживай придет у нас тоже было что такое что рысик уходил на трое суток игру но он у вас код и как бы не кастрированный и у них то такое бывает и у нас тоже кошки бывает тоже не было по два по три дня но они у нас все всегда на крыше поэтому гру когда вашего рысика не было три дня это сто процентов он у нас где-то там обитал их все время слышно как они там бегают по крыше как бы ну нас все кошки у них значит всегда все гулянки на наши крыши проходят они никуда никогда у меня не исчезали за все года сколько они у меня уже живут и с лизой то же самое лиза тем более еще и кастрированы у нее как бы нету этих загулов вообще она даже если гуляет она всегда приходит в течение дня она придет поезд на и бегает туда-сюда этими дверями только успеваю ее открывать закрывать сейчас вот ее вот в обед уже не у нее не будет как сутки какую нету такого не было конечно никогда сейчас приедут будем варить кашку позавтракаем далирусь все прям захотели кашу с утра до вдоль не варили то оладушки то блинчики то сырники то омлет ту яичницу кашу чудо давненько не варили прям каши захотелось потом что будем готовить дочь я не знаю уже вообще что готовить что-нибудь приготовим сварили кашку каша горячущая ты размешивай потихонечку потом ложку вытащи она у тебя остынет манную кашу говорится маслом не испортишь с маслечком она только вкуснее будет что-то вся излаялась бегает все наоборот все приятного аппетита вова я сварила кашу уже давным-давно давай есть пошли всем доброе утро это у нас уже новый день новый влог начинаю вчера начала снимать вам видео и так и не доснимала в общем целый день у меня не было просто настроение вообще снимать и снимать было нечего я сегодня вот маленько припухшая прошу меня извиняйте за такой вид я вчера чуть-чуть поплакала вот наша елизавета так и не вернулась так еще и не пришла мы вчера искали ее ездили на соседнюю улицу вниз вверх соседние дома обходили которые у нас огороды с кем рядышком у них спрашивали может быть кто видел может быть кто прибрал мало ли что у нас тоже такое бывало что чужие коты забегали в наш огород и жанна просто кидалась на них и ели коты уносили ноги поэтому всякое может быть вот ходили по соседям узнавали но говорят что видели какую-то серую кошечку и видели без хвостого кота но это вот сосед может быть кто-то прибрал или еще что-то в общем наши поиски ничем не увенчались вот и у меня вчера такой был день мне ничего не хотела сделать не снимать не но ничего может быть кто-то скажет что что это глупо что кошка просто гуляет ну кошка у нас как бы стерилизованная и простерилизовали мы ее в шесть месяцев она у нас не как ну до этого не гуляла не просила ни кота ничего вот такие кошки которые ранее стерилизованы они вроде бы как бы не гуляют но опять же мнение расходится и соседи вчера тоже меня успокаивали в том плане что насти стерилизованные кошки гуляют что они также уходят в загул но просто они не рожают котят вот я как бы не знаю про это я стерилизовала свою кошку именно для того чтобы она у меня не уходила не в загул никуда и была домашняя вот но и опять же когда у нас кошки гуляют у нас помимо лизы кто смотрит видеоролики знают что у нас есть еще две кошки достаточно взрослые уже вот и когда они гуляют они никогда никуда не уходили они всегда у нас на крыше поэтому естественно для меня это как бы ну все в общем я все это принимал достаточно серьезно я эту кошку оставляла не для того чтобы ее потерять бред какой-то в общем я достаточно эмоциональный человек вы меня простите если там кто подумает о этому за кошки да я животным отношусь именно так вот которые животные живут у меня которые мои животные я отношусь достаточно серьезно и с ответственностью поэтому поэтому вот сегодня надеюсь ролик вам не сниму сейчас я собираюсь ехать магазин вова у меня уехал до самого вечера практически наверно до ночи он повез ребят на работу другой город там попросили в общем увезти и обратно вернуть машину в наш город вот он повез вот вова у меня до конца мая будет дома и неизвестно еще что у них с работы в общем у нас вот так вот все в кучу все навалилось и просто это какой-то ужас это все надо перетерпеть пережить нервов что-то никаких нету настроения никакого нету поэтому сейчас езжу в магазин что-то нужно купить и в холодильнике чуть ничего нету в общем поеду сейчас маленько приведу себя в порядок я только встала умылась вот масочку делала сейчас умыла и съезжу магазин миленка там смотрят мультики сидела магазина сегодня такая закупочка продуктов полный пакет привезла покажу что купили такой вот чай купила черный мы как-то брали его в пакетиках очень понравился неплохой такой чай значит молочный коктейль с ванильным вкусом вот такой вот кусочек мяса сегодня буду делать гуляш не знаю что с каким гарниром посмотрим шоколадная паста детям и значит десяток яиц упаковочка гречки с гречкой наверное изготовлю здесь молоко для кошек это для кошек куриные шеи булочка хлеба беру вот такой вот черногорский с черносливом это я себе беру потому что кроме меня черный никто не ест так здесь вилочек у такого свеженькой капусты упаковочка вот такого вот салатика милена очень любит бутерброды листик вот такого салата сверху колбаска очень хорошо есть здесь купила килограмм груш здесь вязочка банана минеральная водичка вот такие помидорки очень мягенькие такие не деревянные никак зимой и вот прям помидорами пахнут купила вот такие вот перчаточки себе для огорода с одной стороны как прорезиненные а с другой просто тряпочные а то бывает траву надо пощипать и на улице такая сырая погода или в теплице полила надо траву пощипать а у меня только огромные резиновые перчатки вот таких вот нет купила одну пару таких перчаток вот такой вот мармелад он мне очень нравится он идет как постный диетический с ароматом абрикосов я не раз его уже покупала мармелад так взяла майонез селяночка 67 процентов тоже хороший такой неплохой майонез вот такую вот беру помазушку на хлеб это рыбка рубленая горбуши скумбрия как-то брала вова распробовал прямо ему понравилось не так прям я его и ем как вот вове понравилось взяла утром на бутерброды вообще самое то тоже в пятерочке продается так здесь творог сметану первый раз взяла такую сметану из топленых сливок вот из топленых сливок можно к сырникам к блинам в общем должно быть наверное с привкусом топленого молока попробуем что за сметана здесь вот такой вот йогурт тоже новинка с шариками не шоколадными а маракуйя и манго держи здесь еще вот 4 йогурта вот таких вот взяла натурель они недорогие и такие достаточно вкусные вот здесь взяла такую приправку для гулеша здесь килограмм репчатого лука и вове белый хлеб он черный не есть так что вот такая вот у нас сегодня закупка аккуратно не просыпь вкусненький ага жарится у меня тут мясо с луком уже сейчас достала приправки посмотрю что положить сделаю также с мукой чтобы густой был подлив сейчас сунулась в холодильник у меня последнее подсолнечное масло я даже подсолнечного масла сегодня не купила без списка ездила в магазин говорят без списка магазин нельзя что-нибудь ты забудешь или лишнего наберешь также у меня получилось так здесь у меня гречка варится сейчас посмотрю какую какую приправку сегодня положить у меня вот есть для жарки мясо есть вот для гулеша вот для гулеша наверное я положу и чуть-чуть хмели-сунели больше ничего не буду это у меня еще новая приправа пока обжаривается мясо сразу добавлю чуть-чуть приправы для гулеша и капельку хмели-сунели сейчас маленько пускай зажарится так дальше второй вопрос читаем над дубом летит бабочка и стрекоза кто находится перед дубом перед это впереди да очки ежик но медведь не перед дубом а за дубом а перед дубом что тут еще где она она грибочке для сидит да и еще кто перед дубом мышка мышка читаем третий вопрос кто стоит справа от дубом и слева кто стоит справа право у тебя где правая рука где вот она справа кто стоит от дуба козочки а слева лево где вот она а слева кто от дуба справа козочки а слева ну это дворник наверно с метелкой дальше читаем молодец приготовила я обед гречка у нас тут с гулешом и сделала такой салатик с капустой с помидорками сейчас будем обедать всем кто обедает приятного аппетита мы доделали уроки не будем кушать милена что тут у тебя куклы валяются и чё делаешь ты поела сейчас вышла в огород хотела маленечко пополоть на лук вот успела батон прополоть и дождик пошел маленечко намочил надо сейчас выйти будет питунью полить питунью мне не политая сухая стоит только полила цветы только зашла с огорода и пошел вот такой вот просто дождь просто стеной камера не передает конечно но пошел промо дождь такой сильный ливень ну вот ливень идет даже вот дождь вот эти вот еще в белых горшках цветы как-то более-менее поливает а вот там которые вот в горшочках и вот эти вот кашпо постоянно вот ну такая суховатая земля даже после дождя поэтому я вот их полила а эти то вот как-то мокренькие стоят вымыла голову налила полные глаза себе воды потереть не могу сейчас кое-как проморгалась он в ресницы все сыры вымала голову нанесла бальзам что вот такой вот бальзам матрикс какой-то брасов в общем вот такой вот бальзам вот и он еще такого голубого цвета такого не голубого а как если получится по такого ну вот я смотрю сейчас на него такого знаете светло-сиреневого у вас на камере вот он передает как будто вот белый но на самом деле вообще не белый вот и значит написано что он холодный блонд свитомизированным маслом питает волосы придает им ощутимую мягкость сухие ломки волосы становятся мягкие на ощупь и увлажненными если мне понравится сейчас вот в данный момент на мазюкала его и хожу только что я подмела всю эту площадку и сейчас вот прямо с отлива сюда вот эти падают от березы вот эти вот как они называются как они называются эти штучки то от березы господи голова вообще не соображает елизавета наша не пришла сегодня уже пошли третьи сутки в 12 дня было двое суток время у нас 6 вечером и и нету придет не придет но все время подхожу к этой к этой двери она потому что все время через нее выходит и все время через нее заходит и все время у меня сразу взгляд падает на низ и я смотрю что она вот прям сейчас появится утром просыпаюсь подхожу на кухню выхожу и сразу смотрю что у меня такое предчувствие что вот она сейчас будет здесь сидеть и вот третий день уже никто не сидит сегодня была в пятерочке стою уже на кассе и сзади меня стоит мужчина он выложил после моих покупок коктейль и там еще что-то пробило мне вот этот вот коктейль вот и он такой ой это же типа мой там потом она такая блин это чем я сейчас делать то там уже в общем все пробило все покупки это был самый последний я говорю ну давайте я возьму он побежал за новым коктейлем я взяла как бы вот такой вот коктейль молочный вкус ваниль я покупала как-то такой коктейль но я покупала по моему покупала клубничный такой вот с ванилькой это никогда не брала сейчас заодно и попробую и она еще значит мне его пробила и потом говорю девушка он вам обошелся бесплатно у меня там что-то какой-то бонус то ли что в общем в этот коктейль гордон вам практически ну не посчитался он вам бесплатно обошелся груду вообще прекрасно вкусный коктейль такой ванильный прям привкус такой выраженный ванили вкуснятина милен ты пробовала попробую вкусно очень вкусно помыла голову на что-то не могу еще понять что за бальзам волосы вроде как всегда какие есть после бальзама вроде мягенькие не знаю бальзам как бальзам мне кажется ничего особенного может быть когда волосы высохнут будет другой эффект там какой-нибудь супер-пупер мягкости ну сейчас пока ничего не чувствую как есть так есть голову помыла и все до среды больше не буду мыть среду пойду в парикмахерскую уже насти меня уже покрасит вымоет все выслушит вытянет буду опять с прямыми волосами ходить и хочу вам посоветовать кино если кто не смотрел называется три метра над уровнем неба их две части фильма и потом три метра над уровнем неба 2 вроде бы так называется вторая часть по моему без изменения названия вот вот первая часть я смотрела и ту и ту часть на первое мне нравится больше вот в общем очень интересное кино там про молодую пару и в конце так глупо они расстались конечно я еще тут на ревелась у меня по моему глаза вообще второй день в норму не приходит то из-за лизы расстраиваюсь то из-за этот фильм и то ли я долго не ревела у меня слез накопилось в общем я уже два дня реву как сумасшедший вот увидимся с вами завтра завтра выйдет ролик завтра я вам запишу новый надеюсь ну может быть и бывают какие-то у меня прогулы на канале что я не снимаю ролик каждый день но это бывает очень редко в основном ролики выходят каждый день ежедневно поэтому всем спасибо кто подписывается кто ставит лайки кто поддерживает кто комментирует не забывайте подписываться на мой инстаграм ссылочку оставляю в описании канала всех вас очень люблю всем пока